Новый год! Новые шарики, пропушки! Новый год! Новый год! Насколько тебя симпатит! Накануне сказочного и доброго новогоднего праздника представители комиссариата Брестской области посетили с подарками и поздравлениями своих подопечных в социально-педагогическом центре города Бреста, где вместе с малышами встретили Деда Мороза и Снегурочку и водили хороводы. Новогодняя программа для гостей была действительно очень праздничной и интересной, создала настроение для всех присутствующих. Наслечу другу шаг, наслечу другу, эй, давай, танцовый народ, новогодний коробок! Военнослужащие гарнизона на протяжении уже более 15 лет взаимодействуют с социально-педагогическим центром города Бреста. И такой праздник, как Новый год, не стал исключением, ведь в первую очередь приход гостей – это вера в то, что чудеса случаются. Мальчишки и девчонки верят в сказку и в исполнение своих желаний. В канун новогодних и рождественских праздников мы приезжаем к ребятам, чтобы хоть капельку, хоть чуточку подарить им радости, веселья. Потому что, к сожалению, не все дети на земле, в том числе и у нас в Бресте, в канун праздников имеют возможность получить родительское тепло, ласку. Но благодаря педагогам, благодаря воспитателям, благодаря добрым, хорошим людям, которые сегодня есть, их к радости, наверное, становится с каждым годом все больше и больше. Такие праздники проводятся, и дети чувствуют себя намного приятнее, веселее. Ну и нам приятно, что мы можем хоть как-то повлиять на детскую жизнь, на детскую радость. Наше отделение детского социального приюта, оно предназначено для размещения детей в возрасте от 3 до 18 лет, тех, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Многие из них обделены, к сожалению, родительским теплом, вниманием и заботой. Поэтому вот такие мероприятия, в том числе в рамках республиканской акции «Наши дети» приносят всегда радость нашим воспитанникам, позволяют им почувствовать себя нужными, любимыми. Ну и как всегда, Новый год – это волшебство, это ожидание чуда, сказки. И поэтому наши дети тоже готовятся, пишут письма Деду Морозу, готовят стихи, песни. И им очень хочется, чтобы в Новый год их пожелания исполнились. Когда к этим крохам взрослые, совсем незнакомые люди проявляли внимание и заботу, детишки дарили и море улыбок. Как блеск в глазах, ведь каждому малышу так и хочется делиться всем тем, что у него внутри, чем-то своим личным и сокровенным. Мне очень сильно понравились подарки и эмоций просто не передать. Мне очень было приятно, что они приехали, что уделили нам свое время, что они нас защищают и дарят нам такие подарки. Название республиканской акции «Наши дети», пожалуй, более полное и точно объясняет суть проводимых мероприятий. Ведь каждый ребенок в эти дни становится участником маленького новогоднего чуда и волшебства. Поздравления с наступающим Новым годом от военного комиссариата Брестской области принимали и воспитанники детского дома семейного типа квартала Новоснецова в городе Бресте. А ребята, в свою очередь, удивили гостей подарком – эксклюзивной елкой, которую сделали сами. Это такой более семейный праздник, где какое-то происходит новогоднее чудо, мы во что-то верим. Нам очень приятно, что нас помнят, к нам приходят, делают нам подарки. Приятно видеть, что люди хотят помочь таким семьям, как мы, сделать нам приятно и как-то удивить нас. Дети сразу по-другому относятся немножко к этому празднику. Все равно мы верим в сказку, все равно мы понимаем, что Новый год – это какие-то чудеса маленькие. Настроение поднимается, точно поднимается, потому что ребята общаются с интересными людьми. И исполняется мечта. Все равно же они есть. И благодаря таким людям эта мечта исполняется. И настроение, конечно, повышается. Анастасия Милишкиевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктовая». Анастасия Милишки, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктовая».